Хауди мой дорогой зритель, в этом ролике я расскажу тебе про сторонние модификации для The Elder Scrolls Online, а именно про то, как их правильно устанавливать, а также я расскажу про то, какие аддоны использую я и для чего. Устраивайся поудобнее, возьми в лапки горячий чай или другой горячий напиток, меня зовут Ральзей и давай же наконец начнем. Устанавливать аддоны на ТСО можно двумя разными способами. Первый способ это по старинке вручную, а второй использовать специальный софт, который поможет вам находить аддоны и сразу же устанавливать их в нужную папку файлы игры автоматически. Но я расскажу вам о способе, который пользуется самой большой популярностью, а именно вторым. Те, кто разбирается в установке модов вручную, сразу же поймут, как ставить мод на ТСО именно вручную, даже после просмотра туториала по автоматической установке аддонов. Для того, чтобы установить клиент, который будет заниматься установкой аддонов и потом уведомлять вас об обновлениях для тех или иных модификаций, которые вы установите, вбиваем в любую поисковую машину на латинице Minion и выбираем тот результат, который содержит в своем названии Minion Premiere Dawn Management. Нажимаем на сайте кнопку скачать. Далее сайт предложит выбрать версию программы, которая подойдет под вашу операционную систему. Уверен, что практически у 100% зрителей этого ролика, компьютеры работают на Windows. И для вас тут есть две кнопки. Первая на 64, а вторая на 32. Чтобы узнать, какая у вас версия Windows, откройте меню поиска на вашем компьютере, введите «Система» и откройте. В пункте «Тип системы» вы увидите параметр разрядности вашей системы. И на сайте скачиваете ту версию, которая соответствует вашему типу системы. После загрузки файла запускаем его. Подтверждаем во всплывающем окне наше намерение на установку Minion. Нажимаем Next. Далее выбираем место на вашем диске, куда вы хотите установить Minion. Я оставил путь по умолчанию. Next выбираем название папки, в которую будет установлен Minion. Я этот параметр также оставлю по умолчанию. Далее Minion сообщает нам, какие настройки были выбраны для его установки. Нажимаем на кнопку Install, идет установка. После окончания установки нажимаем Finish. Если Minion не запустился в течение более чем 30 секунд после вашего последнего действия во время его установки, тогда запустите его вручную. При первом запуске он может предложить вам обновить свою версию. Тут вы решаете сами, но я же все же обновлюсь. Далее после того, как Minion перезапустится, выберите из списка те игры, на которые вы планируете устанавливать аддоны. Вы можете оставить оба варианта, но в моем случае я не играю в WoW и поэтому уберу с него галочку. Далее выбираем те диски, которые Minion будет сканировать в поиске файлов ваших модифицируемых игр. Поскольку TSO устанавливается на два диска сразу, если они у вас есть, один из которых системный, то я выбираю диск C, который у меня является системным, и второй диск D, на котором установлен сам клиент игры. А галочки с других дисков я сниму, чтобы Minion не тратил время и ресурсы компьютера на поиск того, чего нет на других дисках. Ставлю галочку, чтобы Minion запомнил мой выбор и больше не спрашивал брата, какие диски ему сканировать в будущем. Продолжаем. Ждем, пока Minion закончит свою настройку и сразу после этого он попросит указать игру и папку, в которую нужно будет устанавливать аддоны, чтобы они работали. Выбираем TSO. Папка для установки аддонов находится на диске C в разделе документы. Elder Scrolls Online. Live. И вот она, наша папка под аддоны для TSO. Заходим в нее и нажимаем кнопку выбор папки. Все, мы указали путь. Ждем несколько секунд, если в Minion ничего не происходит, закрываем и запускаем его снова. Все, мы готовы к установке аддонов для TSO. Чтобы найти аддон через Minion, нажимаем на вкладку Find More. И тут на нас вываливается чуть ли не весь список всех аддонов для TSO, которые есть в Minion. Давайте на примере разберем как раз аддон, который показывает местоположение всех небесных осколков в игре. Очень полезный аддон, однако. Правее от названия аддона есть информация о том, как много раз его скачали и рядом кнопка для его установки. Просто скачать этот аддон будет недостаточно, так как он использует сторонние модификации, а если точнее, библиотеки для своей работы. Если понятнее, то после простого нажатия кнопки установить, он у вас не заработает сразу в игре, так как ему нужны будут библиотеки. Давайте я покажу лучше на примере, чтобы было понятнее. Я скачал просто аддон про небесные осколки и сразу же запускаю игру. Хм, игра вроде не жалуется. Окей, захожу в мир. Открываю в настройках, чтобы посмотреть состояние модификации и... Оу, щит, все красное. А догадываетесь почему? А чего тут гадать? Вот тут в игре все и написано, что для работы этого аддона нужны еще несколько других, чтобы наш первый смог заработать. В списке необходимых модификаций вы можете заметить, что у всех, кроме одного, есть приставка Lib. Это значит, что это библиотеки, необходимые для корректной работы различных аддонов. Этими библиотеками смогут пользоваться и другие, в будущем установленные вами аддоны. Если библиотеки будут им нужны. Библиотеки устанавливаются точно так же, как и обычные аддоны через Minion. Давайте посмотрим в описании аддона, который указывает местоположение всех небесных осколков. Какие библиотеки ему нужны. Хотя мы их увидели еще в игре. В самом низу мы видим список необходимых аддонов и библиотек, которые нужны. Указываем их название в Minion. И так же устанавливаем. Все очень просто. Если у вас будет такая ситуация, что аддон не работает и пишут какие дополнения к нему нужны. Просто введите название отсутствующего аддона. Скачайте его. И в игре введите команду ReloadUI, не закрывая саму игру. Как мы с вами и поступили. Открываем настройки, чтобы проверить все ли в порядке. И... Бл***. Оказывается, библиотекам тоже нужны библиотеки. Повторяем все то же самое, пока не останется ничего красного. Снова прописываем команду ReloadUI и проверяем состояние аддонов. И... красного нет. Отлично. Все работает. Надеюсь, вы поняли логику установки аддонов. Если вам нужна была информация о том, как устанавливать аддоны для ТСО, то на этом все. С вас лайк и подписка. А дальше я расскажу об аддонах, которые использую лично я и для чего каждый из них нужен. Если тебе, мой зритель, интересна эта информация, тогда задержись еще ненадолго. Сейчас я верну все свои аддоны, которыми я пользуюсь в папку для аддонов и перезагружу интерфейс команды ReloadUI. Итак, вот мой списочек аддонов, которыми я пользуюсь. И список библиотек для них не уступает в количестве самим аддонам. Начну по порядку. Первый аддон из списка Action Direction Reminder. Этот аддон отслеживает мои способности, которые имеют определенные тайминги. Например, сообщает, сколько времени будет длиться тот или иной баф, который я активировал своими способностями. Сообщает, сколько будет длиться отрицательный эффект от какой-нибудь способности, которую я применил на противника. Клиент игры уже встроили аналог этого аддона. Но в данный момент то, что добавили разработчики, работает через одно ефабельное место. Аддон дает более точную и подробную информацию в сравнении со встроенной в игру фирменной альтернативой. Второй аддон Advanced Filters. Это маленькая модификация, добавляет в интерфейс гильдейских торговцев дополнительные кнопки, которые помогают задавать дополнительные критерии при поиске товара. Третий аддон Arcadius Trade Tools. Также известен как ATT. Это торговый аддон. Как видите, состоит он из нескольких модулей, которые все необходимы. Этот аддон помогает мне отслеживать мои сделки в гильдийских магазинах. Он показывает, кто купил выставленный мой товар, в какой гильдии произошла сделка, что было продано и сколько. Как давно, цена за единицу товара и общую сумму сделки без учета вычета налогов. Как видите, тут тоже можно посмотреть информацию о покупках, сделанных ранее. В разделе статистика видна информация об общей сумме продаж, кто на сколько наторговал за определенный период и кто сколько заплатил налогов. В общем, один из основных инструментов торговца в ТСО. Четвертый аддон Auto Recharge. Тоже небольшой, но он дает очень много удобств. А именно он берет на себя задачу по автоматическому ремонту вашего снаряжения и перезарядке вашего оружия. То есть он в буквальном смысле сразу же чинит ваши доспехи, как только они сломаются и перезаряжает ваше оружие, как только оно разрядится. Автоматом. В фоне. Без открытия инвентаря. Пушка. Пользуюсь больше года и я забыл про ремонт брони вручную. Главное для работы этого аддона, чтобы у вас в инвентаре всегда были полные камни душ и ремонтные наборы. В настройках этого аддона можно указать при каком состоянии в процентах производить ремонт и когда, а также выбрать какие ремонтные наборы он будет использовать в первую очередь. Рекомендую. 10 из 10. Пятый аддон Bandits User Interface. Это не просто аддон, это целый набор различных аддонов. Внутри него есть и мини-карта, анонс механик и куча прочего. Но минус этого аддона в том, что он очень громоздкий. И если у вас слабый ПК, тогда лучше не пользоваться им. Оставить другие аддоны полегче, которые будут выполнять нужный вам функционал. Сам я планирую отказаться от этого аддона как раз по причине того, что он тяжелый. Если кого-то он заинтересовал, то на ютюб есть подробный гайд, который показывает, как настроить каждый его модуль. 6 аддон Codes Combat Alerts. Аддон, который анонсирует механики, которые применяют противники в пве против вас и вашей команды. Показывает тайминги той или иной вражеской способности, которую мобу применяют против игроков. Очень удобная штука. 7 аддон Combat Metrics. Аддон, который ведет подсчет результатов боя, считает ваш ДПС и ДПС группы. Подробно показывает, какой способностью сколько было нанесено урона за весь бой по определенной цели и каков был ее общий ДПС за бой. И кучу всего прочего. Именно этот аддон используют для замеров парсов на кукле и ДДшки меряются своими цифрами друг с другом. 8 аддон Craft Store. Аддон, который может подсказать вам, что на вашем персонаже еще не изучено, а что изучено. Вообще, все, что можно изучить. Особенности вещей. Как вы видите на базовой панели интерфейса этого аддона. Можно посмотреть, какие мотивы у вас не изучены и какие элементы из них. Настроить по фильтрам известный или неизвестный, вместе с кронными или бескронных. А еще этот аддон покажет, какие персонажи на вашем аккаунте знают или не знают тот или иной рецепт, мотив, чертеж, схему, особенность и все остальное, что можно изучать. Очень наглядно и информативно показывает прогресс изученного в ТСО. 9 аддон Daily Elchemy. Просто автоматически создает зелье на алхимической станции, которое требуется для ежедневных крафтовых заданий. 10 аддон Dark UI. Один из моих любимых аддонов, который меняет интерфейс ТСО с его базового на строгий и черный. Можете сравнить свой интерфейс и мой, который мне дает этот аддон. Строго, стильно, в общем, по красоте. Как я люблю. 11 аддон Destinations. Мод, который показывает на карте мира, где и какое коллекционное достижение можно сделать. Этот аддон именно для тех, кто хочет полностью закрывать локации именно в разделе достижений. Если вы не из тех, кто готов гриндить часами дурные дреймерские механизмы и прочие моменты, как, например, в Ротгаре, вот как вы можете видеть отметки, где, возможно, заспаунится нужный NPC для выполнения этих ачивок, то этот аддон не для вас. Он будет просто нагромождать вашу карту ненужной информацией. 12 аддон Дулбон с Лейзи Вред Крафтер и его патч для русификации. Аддон, который автоматически создает предметы на верстаках для выполнения ежедневных крафтовых заданий. Выше я рассказывал про аддон Дели Элчими. Он является своеобразным дополнением к этому, так как в Дулбоне нет автоматического создания предметов из алхимии и снабжения. Этот мод также ведет учет того, сколько было сделано ежедневных крафтовых заданий, сколько денег и ресурсов вы на них заработали за все время и стоимость всех полученных в награду ресурсов. Этот аддон будет одной из основных фигур в ролике, в котором я расскажу, как зарабатывать миллионы в ТСО, а не тратить свое время на фарм соли Нирна в Краглорне и в прочих местах, в котором новичкам советуют зарабатывать золото. Этот ролик выйдет ближе к концу декабря 2021 года, так что ожидайте, все кому интересно. Тринадцатый аддон Дрессинг Рум. Аддон, который пользовался огромной популярностью до введения в ТСО системы вооружений. Но Дрессинг Рум все еще система вооружений полностью заменить не способна. Хоть Дрессинг Рум и не меняет ваши статы, звезды и навыки, он вас может мгновенно переодевать и выставлять на вашу панель нужные способности. Этот аддон эффективен, если вы носите с собой несколько различных сетов, играя вы на любой роли, которые подходят для разных ситуаций. И чтобы вручную не выставлять нужные способности на панель и не переодеваться, Дрессинг Рум мгновенно переоденит вас по заранее заготовленному вами пресету. Вот, например, у меня есть 4 сборки для ДД. Я могу переключаться между ними в любой момент, когда мне нужно. Главное, чтобы у меня в инвентаре были те вещи, которые были указаны в пресете. Если какой-нибудь вещи не будет, аддон просто не экипирует ее на вас и сообщит в чате, что такой-то предмет не найден. В этом аддоне также можно настроить сборки так, чтобы каждая активировалась именно по нажатию конкретной кнопки на клавиатуре. Задротский аддон, однако. Правда, я его использую как казуал. 14 аддон Dungeon Champions. Мод, который показывает местонахождение всех боссов в различных подземельях и вылазках. 15 аддон Essential Housing Tools, который у меня отключен, так как в последние пару месяцев я не обращался к его функционалу. Это очень мощный инструмент именно для домовладельцев. Он настолько большой и обладает огромным количеством функционала, который я толком не освоил, так как пока я еще не посвятил себя созданию домов. Но рано или поздно я до него доберусь. Ниже в списке вы можете увидеть такой аддон, как Fanglair Helper. О нем нечего рассказать. Обычная недоделка, которую я не помню, почему поставил. Надо снести. Также под ним расположился аддон Фурнитур Каталог, который помогает ориентироваться в мебели, но поскольку я плотно не занимаюсь домовладением, ТСО он у меня отключен. 16 аддон, который тоже отключен, Грейскул. Мини аддон, который выводит информацию о вашей силе оружия или заклинаний и в режиме реального времени показывает изменения этих параметров. 17 аддон и его модули Harvest Map записывает и показывает на карте местоположение точек спавна ресурсов, сундуков, тяжелых мешков, тайников, воров, сейфов и прочих предметов, которые можно залутать. Этот аддон, конечно, полезный, но если включить все его функции, чтобы он отображал все и сразу, тогда ему потребуется очень много ресурсов вашей системы. Я использую в нем только подсветку спотов, где могут заспавниться сундуки, мешки, сейфы и тайники воров и больших моллюсков. Также можно скачать в интернете файл, в котором уже записаны все координаты всех предметов и объектов, которые можно залутать во всем мире, если вы не хотите сами записывать то, что где нашли. 18 аддон, Hodor Reflexes. Аддон, который я начну использовать, когда откажусь от Banned User Interface. Этот аддон позволяет делиться с вашей группой своим DPS готовности вашего ультимейта, а именно горны или колосса и прочих игровых моментов. Информацию, которой аддон делится, смогут увидеть другие пользователи этого аддона. Если в вашей группе только вы пользуетесь этим аддоном, то ваши союзники не увидят эту информацию, которую вы делитесь с помощью этого аддона. 12 аддон, LootDrop. Который тоже у меня выключен. Сообщает в чат, кто какую вещь подобрал каждый игрок в вашей команде. 20 аддон, Lorebooks. Показывает на карте местоположение всех книг и записок в ТСО. А также сообщает, когда та или иная записка будет доступна, так как некоторые книги и записки доступны только во время или после выполнения каких-либо квестов. 21 аддон, Lost Treasure. Показывает на карте местоположение сундуков сокровищ, тех карт сокровищ, которые имеются у вас в инвентаре. Например, вот у меня есть карта сокровищ Северного Эльсвера. Открываю этот регион и вижу крестик на карте. Именно в этом месте и находится то сокровище, на которое указывает карта. Без аддона вам придется самостоятельно решать головоломку с картами. Подробный гайд по этому аддону есть у меня на канале. Это самый первый видос на нем, кстати. Посмотреть его вы можете по подсказке справа вверху или же по ссылке в описании. 22 аддон, No Thank You. Мод, который может скрывать различные уведомления, которые вы получаете в игре и не только. Подробности можно посмотреть в его настройках. Полезная штука, когда игра вас просто заваливает уведомлениями. Насчет двух выключенных аддонов ниже. Первый про механики данжа Каменная роща. Но мод CodeSku Matalerts, о котором я говорил, выполняет все те же самые функции, только во всем мире. Так что я могу его удалить. И второй, квестмап показывает на карте местоположение, где можно взять квесты. 23 аддон, ресурс радар. Вот это проще показать во время рассказа о функционале сего величайшего творения мододелов. Этот мод показывает вам на компасе и в мире 3D метками, ближайшие к вам уже заспауненные ресурсы. Харвест мап показывает вам местоположение ресурсов даже тогда, когда их нет. А ресурс радар показывает их только тогда, когда они существуют в режиме реального времени. 3D метки ресурсов настраиваются вручную в настройках этого аддона. Вы можете указать там любые и их размер. В общем, они указывают на ресурсы, даже те, которые вы по идее не можете видеть, но аддон видит. По сути, этот мод это легальная ВХ, но только для ресурсов. И когда наблюдаешь за игроками, которые собирают ресурсы, то сразу же можно определить, кто из них пользуется Харвест мапом, а кто более прошаренный, использует ресурс радар. И еще, этот аддон экономит вам из-за своего функционала около десятка очков навыков, которые вы можете вложить в другие способности. Этот аддон просто мастхэв для тех, кто лутает ресурсы, имба не контрится. 24 аддон Румба, мини аддон, который стакает ресурсы в гильдейском банке. Если у вас нет доступа хоть в один гильдейский банк, и вы не являетесь местным банкиром, то этот аддон вам не нужен. 25 аддон Скайшардс, тот, на котором я приводил пример установки аддонов. Повторять, что он делает, я не буду. 26 аддон Тамриэль Трейд Тулс, также известен как ТТС. Аддон, который собирает информацию о стоимости каждого предмета, который можно передавать из рук в руки между игроками, основываясь на ценах, по которым покупались те или иные предметы в гильдейских магазинах. Этот аддон дает общую картину о стоимости того или иного предмета. Как вы можете видеть, под информацией о предметах есть надпись. ТТС, рекомендованная цена и ее средний разброс. Ни же есть график о стоимости в золоте, но эта цена актуальна именно в моей торговой гильдии, но во всех остальных она плюс-минус одинаковая. И по-моему, это вообще этот график часть аддона АТТ. Но я не помню. Также аддон сообщает о количестве товара на вашем мега сервере и о количестве предложений. Данные этого аддона необходимо обновлять вручную. Как это делается, вы можете наблюдать на примере. И последний 27 аддон в моей сборке в Ритворфе. Аддон, который занимается автоматизацией выполнения мастерских крафтовых заданий. О том, как им пользоваться, я рассказываю в этом видео. Посмотреть вы его можете по подсказке в правом верхнем углу или по ссылке в описании. Все, что идет ниже в моем списке, это все библиотеки для всех остальных моих аддонов, без которых работа первых будет нарушена. Спасибо большое за ваш просмотр. Если этот ролик вам понравился, то обязательно поставьте лайк и подпишитесь на канал, если вы этого еще не сделали. А с вами был Ральзей. С наступающим и до следующих роликов. Субтитры сделал DimaTorzok